Продажу подсолнечного масла до 5 литров в одни руки, пишет издание Local со ссылкой на заявление Испанской Ассоциации Дистрибьюторов. Такое решение связано с тем, что в последнюю неделю люди начали массово скупать этот продукт. Украина, которая является основным поставщиком семечек подсолнечника, ввела ряд экспортных ограничений после обострения конфликта на своей территории. На данный момент дефицита нет, но если конфликт продолжится, вероятно, могут возникнуть проблемы с получением масла со всех территорий, расположенных вокруг Черного моря, а не только из Украины, отметил Примитива Фернандес, глава Ассоциации, представляющей испанскую индустрию пищевых масел. Издание уточняет, Украина является крупнейшим поставщиком подсолнечного и софлорового масел. На ее долю приходится около 46% всего мирового экспорта. На втором месте располагается Россия с показателем в 23%. Как сообщает турецкая газета «Дуния», правительство Турции также ввело запрет на экспорт подсолнечного масла, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Ядовитые пауки Джора заполняют США. Появившись там меньше 10 лет назад, они активно распространяются по всему восточному побережью. И люди никак не смогут этому помешать, сообщает Джордан Мендоса из издания USA Today. Паук может вырасти до 10 сантиметров в длину и быть размером с ладонь. У него тонкие ноги и заметное брюшко с черными, желтыми и серыми полосами. Джора родом из Юго-Восточной Азии, но особенности организма позволяют ему жить в более холодных регионах. А это значит, что с юго-восточного побережья США паук может направиться на север. Несмотря на то, что этот паук ядовит, он не представляет угрозы для людей, так как его клыки не способны прокусить кожу. Также нет данных о том, что паук наносит ущерб окружающей среде, пояснила Паула Кушинг, старший куратор отдела зоологии беспозвоночных в Денверском музее природы и науки. Джора приносит и пользу, так как едят некоторые виды насекомых и сами являются пищей для птиц. Впервые выведено потомство из неоплодотворенной яйцеклетки. Ученые из США и Китая получили новорожденных мышат без использования генов самца. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Спартеногенез или размножение без использования мужских половых клеток свойственен некоторым насекомым, рыбам, рептилиям, скорпионам, но не млекопитающим, к которым относятся мыши. Более ранние попытки зачатия и вынашивания плода без участия самцов были безуспешными. Однако с открытием другого метода ученым удалось решить эту проблему. Исследователи извлекли яйцеклетку мыши, использовали инструмент для редактирования генов, а затем имплантировали несколько клеток обратно в матку самки, поясняется в статье. В итоге несколько подопытных родили от 8 до 12 детенышей, причем все новорожденные оказались живыми, но до половозрелости дожил только один. Хотя и этого достаточно, чтобы продолжить потомство. Ученые считают, что результаты их работы будут полезны в области сельского хозяйства и медицины. Я вот, например, ее описала, здесь просто смешивала, а потом в конце все, что осталось, я немножко так прошла с мастихином. И мне хочется тоже на выставке такой концепт выдвинуть, что порой красивее, кому больше откликается, вот эта бессознательная часть или вот эта часть. Например, есть Полок, у него художник, у него вообще полностью бессознательная часть картин, он абсолютно не думает о том, что он делает. Таким образом он, наоборот, привносит больше интереса к своему картину. И вот мне хотелось тоже ощутить себя Полоком, но я не могу себе позволить абсолютно не думать, поэтому вот таким образом я немножко расшевелила свое сознание. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует...